Долгое время врачи и фельдшеры выездных бригад оставались беззащитные перед буйными пациентами. Теперь законодатель ввел административную и уголовную ответственность за препятствия работе скорой. Если раньше автохама могли оштрафовать всего на 500 рублей за то, что не пропустил карету со спецсигналами, то теперь это чревато лишением прав на срок до года и штрафом в 5000. Хочу сказать спасибо тем, кто выполняет эти требования, то есть уступает дорогу. Ну есть и, конечно, отдельные другие, но самые большие трудности у нас – это работа во дворах домов. Очень большая, заставленность машинами дворов. Вот это самое тяжелое. В остальном, в остальном, сейчас стало гораздо проще, легче работать, дорогу уступают. Установлена ответственность и для тех граждан, которые мешают непосредственно работе медперсонала. За мелкие правонарушения в отношении врача или фельдшера штраф до 5000 рублей. Если действие лица помешало оказать пациенту помощь, кратно больше – уже до 80 тысяч или два года заключения. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью медика карается лишением свободы на срок до 5 лет. Я хочу четко по этому закону сказать. Сегодня пошла на работу, весь коллектив скорой помощи радуется и говорит, наконец-то лед тронулся. И это первый шаг к уважению и престижу нашей профессии. Работники скорой практически ежедневно сталкиваются с неуважением, хамством и угрозами. Сложнее всего оказывать помощь людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Медики боятся за свою жизнь и здоровье. Велика вероятность вернуться с вызова с гематомами, с ссадинами, вывихами. Особенно буйные пациенты норовят испортить оборудование и медикаменты. На скорой помощи я работаю 15 лет. И основные сложности в нашей работе связаны с оказанием помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Именно эти люди, у них снижена критика и порой они сами не отдают себе отчет в том, что мешают нашей работе, пытаются что-то подсказать, как-то помешать, как-то на нас подействовать. Конечно, сам по себе закон не избавит работников скорой помощи от нападок со стороны агрессивных пациентов, их друзей или родственников. Но нужно понимать, что теперь медики получили новый статус и обидчик не останется безнаказанным. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново. Продолжение следует...